Скидка длиною в месяц. Снижение цен на газ продлилось, к сожалению, недолго. Если с 1 мая тарифы для населения снизились на целых 30 копеек, то уже с 1 июня платежки вновь начнут переписывать. Профильные эксперты утверждают, что с помощью роста цен Украина будет выплачивать долг Международному валютному фонду. Таким образом, в погашении задолженности непосредственно поучаствует каждый украинец, который из собственного кармана заплатит за газ в государственный бюджет. Это повышение очередной цен, это деньги, которые надо отдать за границу, содравь их с людей. Вот вся, так будем говорить, экономическая политика. Тем временем «Нафтогаз» уже разослал газораспределительным компаниям проект, в котором цена на голубое топливо для населения увеличится на 4,6%, то есть до 400 гривен. В итоге 1000 кубических метров будет стоить около 8700 гривен. При этом цена на газ растет не в связи с себестоимостью продукта, а исходя из среднерыночных цен на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Они придумывают какие-то такие специфичные расчеты, что якобы изменилась рыночная цена на газ, и вот поменялась такая-то цена, она стала на 3 копейки дешевле, на 2 копейки дороже. То есть просто дети играются. Эксперты уверены, что на этом рост цен не закончится. Несмотря на то, что июньское повышение перейдет в верхнюю ценовую планку 8,55 гривен, со временем граничный тариф может увеличиться до 9 гривен 70 копеек за кубометр. На практике же приостановить растущие тарифы можно лишь полностью изменив экономическую модель формирования тарифов, если перейти от одного поставщика-монополиста к нескольким импортирующим компаниям. У нас должны быть разные поставщики, несколько, два, три, пять. И тогда, если поставки достаточно, вот пять поставщиков, они предлагают много, достаточно газа, они начинают между собой конкурировать. В мире таким образом складывается соотношение спроса и предложения, а главный закон рыночных условий – спрос и предложение. Александр Явник, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».